Всем привет! Продолжаем играть в Stormworks. Вышло обновление. К сожалению, мы пока что не стартуем новый сезон, потому что обновление много чего сломало. Вот сейчас уже потихонечку восстанавливают игру разработчики. Будем ждать, пока все вернется, как говорится, до времен перед обновлением, чтобы все работало у нас. А пока я занят постройкой большого корабля. Вы у меня просили танкер, танкер, балкер, сухогруз, что-нибудь такое большое, огромное. Я решил тоже сделать. Почему бы нет? Все делают. К сожалению, ФПС, конечно, много жрет, но куда без этого, да? Поэтому запилил корабль. Это реальное судно, то есть оно есть в нашей жизни. Это газпромовский газшелф название корабля. Крановое судно. Фоточки, наверное, здесь где-нибудь покажу. Я строил его по фотографиям. Чертежи, к сожалению, я не нашел. Всего 6, по-моему, фоток в сети. То есть очень мало, там видов таких немного. Но, тем не менее, как говорится, построить удалось. 36-37 ФПС. Это, конечно, жесть, да? Это я еще логику не открыл. Вот. Корабль почти доделан. Осталось только интерьер каюты. Он очень большой. Как вы видите, он полностью занимает почти все пространство нашего большого верстака. То есть это тут чуть-чуть разлет есть, взад-вперед, да? Но немного. То есть если еще чуть-чуть, там буквально, там, кубиков 3-4 дать, то уже все. То есть вот такое вот у нас судно. Я его строил один к одному. То есть максимально пытался повторить все палубы, все надстройки, переборки, хирурги и все такое. Единственное, что я не нашел ни одной фотографии внутренности. И, соответственно, чертежей нет. Внутренности я строил уже на свое усмотрение, да? Но вот все вот эти вот трубы и прочее. Эти штуки, настройки, всякие рейлинги тут, лесенки, лодочки. Все пытался повторить, да? Кран то же самое. Там все сидел, срисовывал. Вот, к сожалению, кстати, насчет крана. Не получается сюда запихнуть сидение. Единственное, что можно еще попытаться, чтобы сидение разворачивалось. Иначе человечек у нас тут застревает, потому что кран у нас тут небольшой. Всего лишь три клеточки свободные. И вот эти вот на одну клеточку у нас человечек никак не проходит. Надо минимум ему две клеточки, чтобы он проходил. Поэтому тут два варианта. Либо мы расширяемся еще на две клетки. То есть ставить здесь больше. Ну иначе у нас симметрия полетит. Да, соответственно, здесь, чтобы две было, нам нужно еще здесь клетку и здесь клетку добавить. Вот. И то это будет только на одну клеточку. И получается, выходить мы будем только с одной стороны. Вот. Посмотрим. Подумаю. Если психану, то, как говорится, расширю немножко вот этот вот кран. Он пока что влепил просто сюда вот этот вот, как говорится, руль, да, чтобы управлять краном. Иначе по сидушке он не вылазит. Вот. Либо надо делать какую-то отдвижную сидушку, да, которая будет выдвигаться. Но это уже что-нибудь такое мутить. Это чисто уже шторворксовские, как говорится, заморочки. Понятное дело, что повторить, как в реальности, тут игра не совсем позволяет. Здесь вообще-то дверь должна быть еще. Но ее некуда открывать. Хотя, в принципе, сюда можно ее, чтобы открывалось. Но она тогда рейлинг перекроет. Вот. Сделал, естественно, я это на этой, на вот такой вот штукенции, которая делают танки, да. Иначе мы тут не пролезем просто. Вот. Можно вниз, соответственно, спуститься. Сейчас давайте в разрезе покажу, да. А потом побежим, заведем. Делал я его, естественно, на поршнях. Потому что это самое мощное, что есть в игре. Делать его на поршнях, да. Иначе дизель просто будет тонну жрать для такого огромного судна. Так. Давайте мы симметрию какую-нибудь сейчас. Не симметрию, а разрез. Какую-нибудь зафигачим. Как нам тут? Так, это не то. Нам бы разрезик. А, надо кубик взять, да. Так, это у нас разрез. Ну, давайте начнем с такого разреза. Смотрите. Что у нас тут вообще, собственно, есть, да. Вот здесь у нас балласт. Это у нас получается, если мы захотим здесь залить, и чтобы у нас корма все-таки тяжелая. Смотрите, сколько у нас надстроек. Вот сюда, вот в эту часть можно залить. Вот здесь вот спаунер стоит, да. Можно залить воды. Вот. Ну, либо топливо и перевозить. То есть здесь прилично влезает до хрена. То есть если мы зальем, тут все. Даже нос немножко просядет. То есть залить можно. Можно не полностью, но не важно. Сам факт. Можно залить. Вот эта часть пока что пустая. Она у нас защитная, по сути, как большая переборка. Если мы носом врезаемся, у нас вот эта часть вся повреждается. Вот эта нет. То есть у нас уже, получается, держит корабль прямое столкновение там куда-нибудь в порт, если воткнуться, либо в остров врезаться. Вот. Дальше идем. У нас здесь батарею просто пихну, чтобы немножечко баланс, опять же, с кормы убрать сюда. Вот. И вот эту часть я еще ничего не делал. Ну, здесь у нас тусуется логика. Здесь все по логике будет воткнуто. Это комната логика у нас, короче говоря. Здесь у нас просто помещение. Здесь у нас переход сюда. Это у нас, получается, четыре отсека грузовых. Их можно сделать либо как погрузку куда-нибудь сюда, ящики какие-то пихать, либо можно загрузить сюда уголь, допустим, если сюда внутрь запихнуть угольные вот эти все контейнеры. То можно сюда открывать и уголь засыпать. Ну, это так, на будущее, если захочу. Вот. Здесь, получается, комнатка. Здесь уже идет у нас машинное отделение. Оно здоровое вот такое вот на два этажа получается. С первого заходишь, с вот этой палубы, да, можно спуститься вниз. И огромные, самые большие пистоны, четыре штуки, то есть получается восемь штук. Четыре – это один двигатель, получается. Вот это один двигатель, это второй. Они независимые, работают сами по себе. Можно делать реверса одну вперед, одну назад. То есть разные машины в разные стороны работают. На разных троттолах, все отдельно. То есть каждый винт на своей, как говорится, установке под свой бойлер, свою систему охлаждения. Дальше у нас идет здесь, опять же, вот такая огромная переборка. Пока что ничего сюда не поставил. Здесь у нас идут две комнатки. И наверху у нас также идет большая комната. Здесь можно еще интерьером не заниматься, поэтому, как говорится, ничего нет. Здесь комната, опять же, с лесенкой. Здесь комната, здесь комната. Вот, и наверху у нас идет рубка. И с мостиком. Вот, ну и также здесь по крыше тоже можно гулять. Там в реальности тоже есть все эти лесенки. Все это повторял, как говорится. Все, что видел, все повторял. Так, давайте теперь разрез нам нужен. Как он там называется-то? Такой-сякой. Где он тут, стрелочка-то? Так, это у нас вот так, да? Вот, давайте вот с этой стороны покажу, как оно тут все получается. Здесь вот у нас как раз грузовые, вот эти четыре отсека, да? Здесь у нас можно ходить, общий коридор. И у нас идут переборки. Вот это вот, это переборки. Слева, справа у борта. То есть, если мы врезаемся, здесь у нас на пять блоков. Я тестил, вообще, семь блоков, это самое оптимальное. То есть, ну, на семь вот это уже жирно. Я его сначала сделал, потом на два блока я его сузил. Потому что мне показалось, он очень широкий. Вот, я его укорачивал на два или даже, по-моему, на четыре блока. Я его изначально сделал вообще шире. Вот, тогда бы, конечно, оно бы держало прям прямое столкновение. Если бы в борт что-то залетело, возможно, даже не повредилось бы здесь. То есть, оно хорошая защита по борту. Плюс здесь можно коммуникации всякие тащить. Да и вообще, в принципе, если здесь что-то затопило, можно здесь перебежать. То есть, такие, как говорится, технические шлюзы, отсеки. Да, везде, естественно, двери. Можно перебежать отсюда сюда, полностью в корму. Здесь у нас вот машинная вот так выглядит. Получается. Вот здесь у нас этот баллон с запасным... Тем самым с водой. Хотя мы, в принципе, у нас корабль. Мы можем закачать из воды. Помпами. Но все равно у нас здесь баллон воды есть. На всякий случай, если в бойлере вдруг что-то там закончилось и откачать не смогли, мы отсюда можем взять. Вот. Дальше идем, наверное... Какой разрез? Вот такой, да? Вот такой разрезик покажу. Сейчас куда-нибудь так поинтереснее. Как у нас тут вот сама палуба, да? Идет. Смотрите, вот здесь... Ой-ой-ой, что-то здесь? Два FPS. Простите меня, пожалуйста. Вот. Короче, внизу вот здесь вот все залито топливом. Полностью все. Кстати, смотрел реальные документальные фильмы, во многих кораблях днище заливается топливом. То есть именно на днище бывают здесь вот... Также балластные системы заливают борта. Вот отсюда, опять же, сбоку вот досюда. То есть здесь у нас получается перегородка. И вот эти, как она, как балласт, тоже наливают для баланса. Там, видимо, для стабилизации. Вот это все там... Все так работает. Действительно, как Штормворк сделают, так и в реальности. Ааа, не покрасил косяк, Страйкс. Короче говоря, здесь залито... Здесь больше ста тонн. Здесь больше ста тонн. Вот здесь у нас вмещается. Вот. В принципе, этого более чем достаточно, чтобы вообще путешествовать на этом корабле. Особенно при условии, что он почти не жрет топливо. Он очень много берет на раскрутку вот этих пистонов. Но потом он, я уже писал в Дискорде, очень мало потребляет. Прям очень мало. Давайте... Сейчас тут пока увидел, подкрашу быстренько. И пойдем, наверное, загрузим. Сейчас покатаемся и, соответственно, протестируем, проверим. Вот это, естественно, я пока что не красил. Вот эта вот часть, да? А вот те, которые вот здесь, вот все подкрасил. Так, что-то я хотел еще показать. Смотрите. Спасибо Владу, который подсказал сайтик, где можно картинки реальные переделать в Paint. Вот эти вот блоки. И так как это Газпромовский корабль, да? По заказу делался газшельф вот этот, то там, естественно, знак Газпрома. Вот. И мне нужно было его как-то сюда нарисовать. Естественно, вот так бы я никогда бы не нарисовал, да? Вот. Это реально логотип Газпрома. И через сайтик, наверное, в комментарии прикреплю этот сайтик, кому нужно пригодиться, да? Кто в Дискорде не заходил и не знал. То, соответственно, вот можно сделать свои какие-то логотипы, картинки. Можно переделать в Stormworks прям готовым чертежом летит. Скачиваете и закидываете в папку, где у вас все подстройки. И туда летит вот этот самый кубик. Естественно, нужно его подгонять. И он, кстати, подгоняется, давайте сразу скажу. Он подгоняется по ширине. По ширине. По высоте он сам автоматически делает. Выбирайте именно ширину. То есть, если выбрали 3 блока, то, соответственно, он дальше там подстроил по картинке. У меня картинка была вертикальная. Вот. Соответственно, он мне здесь в высоту сам намерил, какую он прорисовал, исходя из того, что я выбрал всего 3 блока. Мне нужно было, чтобы здесь, ну, влезло, да? Потому что мне надо было в трубу, чтобы влезло, да? Соответственно, я сделаю 3 блока. Если бы я сделал здесь на 4 блока, он, возможно, у меня бы здесь не на 5 клеток нарисовал, да? А до 6 клеток нарисовал, соответственно, у меня бы уже не влезло Вот, но это я исходил уже из своих форматов Потому что изначально блок он мне нарисовал Если я просто картинку закинул, у меня огромный такой вот Газпромовский этот, естественно, я его никуда поместить бы не смог То есть здесь надо учитывать пропорции Вот, значит, думаю, это пригодится многим Итак, поехали, наверное, загружаемся Так, я, наверное, сохраню его Это у нас уже четвертый вариант Четвертый вариант, 6.4 FPS, господи, кошмар какой Да, естественно, у нас будет ошибочка сейчас Потому что очень много блоков Игра с ума сходит от этого Но я тестил его вдали от порта И, кстати, FPS там нормально возвращался, спокойно до сотки, выше даже Все было хорошо Вот так он выглядит Громадина, конечно Таких больших кораблей я еще не строил Смотрите, как лодочка колбасец Она, конечно, декоративная В идеале здесь надо делать такие спасательные штуки Лодки Но тут уже, представляете, еще два гряда Со всеми коммуникациями Со всеми, как говорится, вытекающими Это уже слишком Итак Погнали по кораблю Пройдемся, да Здесь у нас пожаротушение Сейчас тестировать не буду Потому что надо Б-шечку нажимать А Б-шечка может нас, как говорится, в порт отправить, да Это что за косяк такой Вот И, соответственно, отплывем Тогда проверим Давайте сразу вон машинная Потому что она, вроде как, всех больше всего интересует Зайдем сюда Вот так оно выглядит Можно пройтись Можно пройтись сюда Здесь у нас есть комнатки Пока пустые Здесь не знаю, что будет Какая-нибудь херня В виде туалета Заходим сюда Здесь также вот эта вот Переборочка Но здесь пустое пока что Ничего не делал Вот Здесь у нас четыре вот таких пистона стоят Огромных, самых больших Стоит, естественно, маховик И коробочки Без коробочек это мало выдает Бобина Нам нужны коробки Три к одному все Если кому интересно значение Вот Почему сюда баллон поставил Сразу скажу Потому что будут вопросы, да На всякий случай Этот баллон у нас с кислородом Это пустой Пустой, чтобы если там у нас забьется Где-то там волна захлебнула Чтобы у нас сюда пошел выхлоп Да Вот Там вверху клапан стоит То есть сюда не попадет Но выхлоп куда-то ему надо деваться Видео люди делают даже целые отдельные комнаты Куда выходит выхлоп Это как буфер И если их волна захлестнет Ну, допустим, какая-то там цунами Еще что-то То Ну, не заглохнет движок Это именно для этого сделано А здесь у нас воздух Тоже как резервный баллон У нас появилась атмосфера После обновления космического Соответственно, воздух можно Сюда закачивать Ну, и вообще, в принципе Нам тут нужно Воздухом Как говорится Вентиляции еще провести Чтобы все было Вот такая вот печка у нас Это дизельная печка Вот Соответственно, смотрите Танк 100 тысяч 102 тысячи 827 литров У нас дизеля Это очень много Температура печки Здесь у нас температура бойлеров Левый бойлер Правый бойлер Это у нас РПС И левые, и правые И, соответственно Если фойла мало То горит кнопка Здесь у нас Игнишин зажигать Это у нас стоит Пока что на троечке Это атмосфера в бойлере То есть 3 атмосферы грею Но она там Когда 0.8 держит Прям вообще огонь Там Так много РПС А здесь у нас получается Сет Выбираем температуру печки Да, сейчас по умолчанию Стоит 160 Можно нагреть ее до 400 410 По-моему, даже не взрывается То есть Больше 410 По-моему, она взрывается Вот Ну, там может быть Чуть-чуть даже больше Есть запас Но, короче говоря Ограничение поставил 400 Она не взрывается Все хорошо Естественно, хейтер стоит Да, потому что у нас Если мы на север заплывем Нам нужно печку греть Иначе ничего не загрузится Вот здесь, соответственно У нас система охлаждения Бойлеры И вот этот Конденсер Вот этот Вот Здесь я мудрил-мудрил По-разному, ребята Сразу говорю Тестировал И через хейтеры Охлаждал И через вот эту вот штуку Охлаждал Здесь, как говорится Надо много чего ставить Потому что бойлер греется Будь здоров Вот, не знаю Опять же Сейчас До обновы У меня все работало И с простой охлаждайкой Сейчас намудрю Здесь более сложную Здесь, получается Вот эти вот Стоят Эксченджеры Да Вот И они обмениваются Вот Получается Здесь закачивается Прокачивается горячее Там выкачивается холодное Кстати, один не покрасил Но это ладно Я вчера ночью делал Уже Уже, как говорится Мозги не варили Да И, соответственно Здесь отдельно Прокачивается Через, опять же Еще и хейтер дополнительный О, этот Как его Не хейтер А радиатор дополнительный Еще и Вот эта сторона Да И все это Через воду То есть Там Внизу Порты Вот Здесь у нас Показывается Температура И давление В бойлере Бойлер у нас Полный 170, да У него Литров Водички Соответственно Если у него Закончится То можно Подкачать Вот здесь у нас Вода Сейчас пока что Нету Да Можно включить Наверное А у нас Пока без этого Без Электрики Не включишь Но, кстати Надо Противопожарку Поставить Без электрики Да Чтобы она Включалась Вообще всегда Я обычно Так делаю Вот Эту комнату Я показал Идем дальше Заходим сюда Здесь у нас Получается Можно зайти Вот в эти отсеки Которые грузовые Да Их можно открыть Кстати Прямо отсюда А, без электрики Опять же А, нет Без электрики Открою Нормально Все Без электрики Открываются Ну, короче Вы поняли, да? Здесь у нас Открывается Закрывается Алло Закройся А, понял Там этот самый Надо поменять Значение Короче Идем дальше Заходим сюда Здесь у нас Коридор Здесь у нас Идет выход На переборки Опять же Можно выйти На палубу Можно Выйти К переборки У нас Технические Коридоры И можно Полностью Перебежать Как говорится Если там Какой-то Отсек Повредился Можно Через Вот эти С двух Палуб Двух сторон Через Переборочки Выйти Сейчас Фпс На самом деле Не 60 Хоть 60 Пишет Он там Режет Жестко Очень Не просто Игра Выводит Тебе Вроде Как Ровные Кадры На самом деле Она Тебя Затормозила Это Делается Специально Для баланса Вот И выходим Мы сюда Получается Где у нас Батарейные Да Ну и Вот Эта Вот Часть Где Можно Заспаунить Водичку Тоже Есть Естественно Везде Дверки Чтобы Можно Было Починить В случае Какого-то Там Пробоя Пролива Так Здесь И не Как Вот Здесь Могу Залезть Или Нет Следующая Верхушка Это У нас Нижняя Часть Корабля Получается То есть Основное Жилое Помещение Это Наверху Здесь У нас Больше Такое Техническая Зона Можно Так Сказать Потому Что В принципе Там Место До Хрена Влезет Пиф Предложу В прятки Пыграть Ребят Здесь Очень Много Места Где Реально Спрятаться Вот Просто Можно Там В кран Залезть Можно В переборку Заныкаться Давайте Отсюда Поднимемся Здесь У нас Вот такая Лесенка Вот так Поднимаемся Вот сюда Смотрите Сколько Мест Здесь Можно Столько Кают Делать Вот сюда Выходим Это У нас Где Лебедка Здесь Можно Выйти Как С этой Стороны Также Можно Подняться Вот сюда На Палубу Выше Также Пройтись Вот здесь Полностью По кругу И спуститься Можно С этой стороны Пройти И вот здесь Подняться На Капитанский Мостик Давайте Наверное Загружаться Пока Запустится Вся эта Система Она не Быстрая Пока Там Бойлер Нагреется И так Далее Здесь Капитанский Мостик Две Машины Получается Левая Правая Здесь Триммер И Отдельные Реверсы Очень Удобная Штука Ребята Разворачивается Просто Под диким Углом Я тут Недавно Этот самый Грейхаунд Пересматривал Прикольный Фильм Вот И там Как раз Был такой Вариант Когда Они Такой Типа Левая Машина Вперед Правая Назад Там Они Прям Разворачивались Очень Круто От торпеды Уходили И Действительно Ребята Работает Такая Схема Почти Как Танк Просто Разворачивается Под Таким Нормальным Этим Самым Креном Очень Смотрится Круто То есть Если Нужно Повернуть Прямо Треско То Реверс Работает Ребята Можно Открыто И Оставить Здесь Можно Также Ходить Получается Здесь Вот Смотреть Здесь У нас Компас Это У нас Показывает Что У нас Законнекчено Вот эта Штука Кран Наш И На всякий Случай Вот Эта Вот Веревочка Сюда Тоже Подцепил Да Если Вдруг Оторвется Потому Что Бывает На волнах Так Его Подколбашивает Да И Случай Если Оторвется Чтобы Он Хотя С веревочки Не Улетел Вот Здесь Можно Отдельно Свет Включить Вот Всякие Ручки Держатся Эти Фонари Там Действительно Остают Здесь Фонари Вот Спускаемся Вниз Можно Наверх Подняться Вон У нас Уже Получается Трубы Кипят Да Технически Можно залезть Посмотреть Здесь У нас Вот эти Все Штукенции Всякие Отдельно На воздух Отдельно На выхлоп И плюс У нас Отдельно Еще Вот эти Стоят Пистончики Свистки Да Свистки И вот Эти Вот Air Которые Тоже У нас Выдувает Если Вдруг Перегрев Все На автомате Стоит Почти Ничего Делать Не надо Здесь У нас Дверка Сюда В Каюту На всякий Случай Я не знаю Есть она Там Или Нет Но я Сделал Потому что Опять же Нужны Везде Двери Здесь Заходим Там Еще Радары Вот такие Круются Но пока Что Я без Ну Этому Лежи Не делал Я ни на Какие Пивоты Потому что Пивоты Здесь Ограниченное Количество Можно делать Иначе Ошибки Вылетают Соответственно У нас Пивоты Пока что Ватерлинию Поднимают Благо Починили Эту Тему Такая Вот здесь Вентиляция Эта система Вентиляции Туда идет Чтобы Воздух Был Компас Сраный Который Всегда Мешается Вот такой Поставил Сюда Сверху Чего бы Нет Так что Можно Еще и Сверх Смотреть Вот Можно В рубку Зайти Кстати Посмотреть Что там У нас Там Нагрелось Нагрелось Не Нагрелось Так Сотка И здесь У нас Уже Пошло Да В принципе Наверное Уже Крутится Да Крутятся Пистончики Пистончики Крутятся Хочу сказать Что ему Надо Какое-то Время Дать Немножко Раскрутиться Прям Хорошо То есть Это Ну Влияет На работу То есть Надо Чтобы Они Как Говорится Вошли В свою Рабочую Как Говорится Зону Где Оба Синхронизировались И работают Одновременно Хорошо Иначе Нас Корабль Там Может Разворачивать Разные Стороны Так Это Что Получается У нас 012 018 Право Быстрее Загружается РПС Пока Мигают Просто Потому что Они у меня Настроены На клатч Точнее На Считывание После Клатч Итак Ну что Можем Ехать Сразу Две У нас Ручки Естественно Управляются Чтобы Было Одновременно Как Говорится Поворачивается Он Медленно Это Такой Большой Тяжелый Корабль Циркуляция У него Конечно Тут Мощная Радиус Циркуляции Достаточно Достаточно Большой То есть Просто Резко Повернуть Не получится Но оно И понятно Корабль Здоровый Но Тем не Менее Здесь Вот у нас Якорь Там Действительно Такой Якорь Здоровый Огромный Через Лебедку Здесь 600 Метров Ребят Это Можно Хорошо Так Зайкориться То есть Почти На любой Глубине Можно Себе На якорь Поставить Еще Два Якоря Вот здесь Должны Быть Вот с Этой Стороны Вот эти Дырки Это Для Якорей Кстати Там Очень Сложный Вот этот В угол Повторить То Какие Дырки Это Конечно Там Еще Надо По Геморрорицу Так Что у нас Тут Это Узлы Ребята Если Я Правильно Там Все Поставил Так И Давай Наверное На полную Полную Не полную У нас Полная Ничего Там Не взорвалось 128 Пока Нормально Я сейчас Вот Поставил Сегодня Ночью Вот эту Новую Систему Охлаждения Потестим Ее Посмотрим Как она Давайте Врубим Какой Нибудь Автопилот Смотрите У нас К сожалению Каждый Грид Отдельно Считается Это Соответственно У нас Ну Чисто В креативе Это Неудобно Сразу Говорю Потому что Когда ты Паркуешься В этот Самый Автопилот Работает Через Этот Самый Через Клавиатурку Все пока что По простому Без Без Карты Вот Автопилот Кто спрашивал Автопилот Автопилот Есть у Пифа Он делал Автопилот Показывал Для лодок Для вертолета Не помню Делал он Не делал По-моему Тоже делал Вот А я использую От мистера Инджерси Я свой Автопилот Не умею Делать Поэтому Никаких Гайдов По автопилоту У нас Не будет Сразу Говорю Потому что Спрашивали Ребята Про автопилот Я сказал Про автопилот Вот так И дверку Закроем Кстати Сейчас У нас Должно Полегче Быть Да Побыстрее Стал персонаж Ходить Соответственно Порту Далеко Пролагало Отлагало Видите Персонаж Стал Уже Такая Более Сложная Давайте Волны Какие-нибудь Накрутим Естественно Почему Его просто Гонять Какие-нибудь Сороковушки Хотя бы Поставим Более-менее Такие Нормальные Волны Так Дверь Закроем Что у нас Тут Спит Батарейка Это у нас Сейчас 0.4 Да Это у нас Температура Бойлеров Ну конечно Нагревается Нагревается Сейчас посмотрим Будет у нас Охлаждаться Или у нас Все-таки Критическая Так 25 РПС Выдает 25 РПС Поставил еще диспетчку Такой на Этот самый На руды Который показывает Влево-вправо Куда у нас Там да Уходит Не знаю Для больших кораблей Прикольно Смотрите У нас Инфинити У нас Расход топлива Ну Минимальный 205К Это врет На самом деле Просто В этот дисплей Показывает Считывает Два танка У меня всего один танк Я оба подключил Поэтому Показывает Как 205 На самом деле Там сто и две Сто две с половиной Где-то Получается Если верить Именно тому Что там было Так Ну что мы Движемся Ну вот так вот По ватерлинии Ровно все плывет Немножко Даже Верхушечка Подныривает Но он На самом деле Я смотрю По фотографиям Он действительно На корму Просаживается У него там Достаточно так Ну тяжелый Ну это видно Со всеми вот этими Настройками Вот эта лампочка Горит Это чтобы я видел Автопилот включен Или нет Вот если я выключу Включу Видите Горит Кстати надо сделать На пуш А не на тогол Так два корабля Это что за вражины Такие Что за перехватчики Ой баржа Мне кажется Я тебя сейчас Раздавлю просто Уйди с моего курса Пожалуйста Две штуки Наверное эти Контрабандисты Слушай Реально идет Нашим курсом Ну слушай Я его сейчас просто Протараю Нахрен Давай Уйди пожалуйста С моего курса Тут огромный корабль На всех Реально он Слушай Ой-ой-ой Хана тебе друг Все Ой я его сломал Себе сломал Давайте посмотрим Повреждения Так пошел расход У нас топливо Вытекло да 110 в секунду Серьезно Жесть вообще Ну все Топливо вытекает Мы повредили Естественно Этот самый Передок Надо посмотреть Сейчас какие у нас Повреждения На самом деле Это я специально сделал Я бы мог его Объехать Я хочу Краш-тест Как говорится О смотрите Видите Пролагало Я бегаю Прям хорошо Персонажем Так как нам тут Быстренько пройтись Посмотреть Пройтись и посмотреть Что там у нас Вообще как В порядке Не в порядке Сейчас зальем Тут нахрен Все О Крутит Крутит Нормально Чучук 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 Так Что по печке А Слушайте Остановились Не так Не так Сильно Греют Да 150 Все равно Да хрена Ребята 135 Вот где-то Быть держать Да Было бы Неплохо А что у нас По вот этим Конденсором 90 Тоже Горячий А здесь Вот Так Не понял Почему Аут А не работает А я подключил Бэшечка прет Ашечка не работает Почему Ашечка не качает Поэтому у нас Охлаждение не работает Ашка не качает Смотрите То есть Вот эта Бэшка Труя Здесь тоже Труя Но почему-то Она вообще не качает Я его Не доподключил Что ли Здесь вот Отсюда Вот сюда И отсюда Вот сюда По идее Подключено Так Давайте проверим Шланги Ооо Вообще огонь Можно поливать Все хорошо Но у нас Ничего правда Не горит У нас там Скорее всего Вода Сейчас мы Быстренько проверим Что у нас По отсекам По сусекам По отсекам Ну-ка Краш-тест Был Здесь по идее Должно все сухо быть Вот здесь должна Вода Воды Или нет О, слышу Воды нет Можно Можно чинить Но вода Внизу Пробита Вниз Вниз пробит Давай отсюда Вылезем Вниз Пробит По-любому Воу Нормально Так заглатываемся Волны Мы поехали Специально Я в эту зону Поехал Здесь волны Побольше Здесь у нас Пробит Здесь идет цепь На этот На якорь Поэтому вот Такую вот Якобы Лебедочную Смотрите Как этими Кладчами Обыграл Ну Не знаю Прикольно Вроде смотрится Здесь вот Сюда И вот туда Цепь уходит Вниз Короче Как говоря Ну как муляж А там внизу Можно сделать Опять же Лебедки Здоровые И якорь Но это опять же Новые гряды Это новые лаги Хотя вот вроде как Нормально Так Что у нас тут Вот Вот вся логика Пока что Вот столько Но на самом деле Будет больше Что у нас тут Ну нормально В принципе Можно починить Все это дело Вот Здесь у нас кран Можно залезть в кран То есть Выходим сюда Залезли вот сюда И дальше лезем Лезем Дверку Только не забываем Открывать Вылезаем сюда Дверку Закрываем Там реально такая дверь То есть Это все Как в реальности Можно резервно Отсюда спрыгнуть И залезть В кран Залезаем в кран Можно управлять И соответственно Мы выходим Если я делал здесь Сидушку Сидушка Он застревает Обзор нормальный В принципе все видно Вот Ну краном я сейчас Пользоваться на ходу Не буду Потому что Такое дело Вот Вот такой вот Получается кораблик Что у нас там Кстати У меня стоит Вроде бы Этот самый Но я поставил В машинное На Этот самый Как его На воду Ого Это что такое Буру Волна такая Меня аж выкинуло Так Это работает у нас О Хорошо Нормально Мы сейчас просто движемся Поэтому у нас А так нормально Кстати Можно закачать воду Это у нас танк Тот Который Посередке Он Он закачивается Слушайте Они прям нормально Ну они в принципе Волны то сбивали Сейчас тоже Волны сбивает Получается Хорошие волны Так Пойдем посмотрим Что у нас там Греется Не греется Мне вообще Очень нравится По палубам Здесь бегать Прям Прям Так как-то Живенько Это все И очень Ну так По корабельному Что ли Вот ощущается Реально корабль Когда Вот эту Бандуру Она Обогревает Вроде как Либо охлаждают Через воздух И Здесь можно Водичку То есть Я ее там Потом Закоммутирую Как говорится Трубами И может тоже Будем использовать Потому что Если ехать на север То соответственно Нам нужно Обогревательные Всякие штуки Охладительные Штуки То есть Много всего Так Что у нас тут По показателям Вообще происходит Едем Мы не едем 150 Ну слушайте Пока что работает Ничего не рвануло Даже куда-то На минус идет 0.3 Немножко просело Хотя РПС И те же Офигач Ну мы это На волнах Подпрыгиваем Да Даже сломаным Вот видите Мы протаранили Эту лодку Даже что-то У нас тут Ушло Не ушло По идее У нас тут Вообще Все Должно было Утечь Кстати Надо знаете Как защиту Сделать Наверное Где вот эти Вот лесенки Здесь просто Закрыть Переборочкой Опять же И меньше Заливать топливо Вот Просто потому Что Если вдруг Мы опять же Передом Повреждим Передок Чтобы у нас Не сломалось Ну Топливо Чтобы не кончилось А что у нас Топливом то Оно Оно По идее Смешалось С водой Либо Она просто Вытекает Я не знаю Смешивается Она не смешивается Но видите Оно Жрет До хрена И пишет нам Что мы можем Проехать Всего 33 километра С текущим С текущим Этим То есть Вот у нас Было 200 Да Как оно Показывается Сейчас 180 Но на самом деле Здесь не 180 Здесь получается Сейчас сколько 60 Да Осталось Даже меньше Ну Топливо Жрется Но у нас Опять же Дырка В носу Оно вытекает Ну тем не менее Корабль даже Может пережить Вот такое вот Столкновение Вот Хотя Я его Затоплял Полностью Вот эту вот Всю носовую часть Естественно Если нос Вот этот Весь в воде Он конечно Уже как Титаник Такой мордой вниз И жопа поднимается Вот Нарисовал Гаршельф Как мог Вчера ночью Зетка Конечно Жесть Вообще Потому что Ну С учетом наклона Там ее Как-то Так Ровненько Сделать Но надо Постараться Там Как-то Разместить Побольше Наверное Вот эти Скосы Вот Более Так Это В сторону Вертикалочки Ну Вот так Вот В принципе Он почти готов Сейчас Доделаю Интерьерку И я думаю Уже Может быть Завтра Послезавтра Я его уже В стим Загружу Можно будет С ним уже Играться Вот В принципе Мне он очень нравится Большой корабль На нем Мы скорее всего Отправимся На север Потому что В нем До хрена Топливо Вот И мы сможем Доехать На нем На севере До севера Точнее Вот По поводу ящиков Здесь влезает Шесть ящиков Смотрите Раз ящик Посередине То есть Здесь три ящика И здесь три ящика Вот То есть Можно загрузить Вот эти трюмы Допустим Углем Если сделать еще Угольную печку То он вообще Будет гибрид Если еще впереди Дизельный движок Сделать То еще будет гибрид Еще турбину Поставить Ну короче Вот И Либо там Вот эти отсеки Вообще этим С соляркой Залить Ой не соляркой Этим самым Как его Керосином Да Четыре танка Можно вообще Отдельно Каждый заливать По своему Вот Ну это тогда Уже будет танкер Да Танкер Есть еще балкер Там вообще классификация Столько Это получается Крановое судно По классификации Есть такая Классификация Такая Крановое судно Которое обслуживает Всякие нефтевышки Да и вообще В принципе Аварии на Морских всяких Там Портах Не портах Короче говоря Кран Вот так вот Потому что Обычный корабль Строить Не интересно Это Как говорится Не вызов Вот Понятно что Сейчас нужно Заниматься космосом Ракетами Я это все начал Есть у меня и ракета Ребята Все это будет Обязательно У меня Несколько ступенчатая ракета Все это дело Подготавливается Также я практически Допилил Этот самый корабль Ой корабль Поезд Поезд тоже обновил Так что поезд Тоже скоро появится Вот такой вот у нас Получается Газшельф Здесь вот название Газпромовский знак Здесь по идее Флаг России Но он как-то Смотрится Как будто Не флаг России Ну хотя 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 Почему бы нет Отсюда видно Вот такой кораблик Получилось Не получилось Его повторить От реала Посмотри фотографии Пиши в комментариях Подписывайся на канал Заходи в дискорд Оставляй свои советы Вот И увидимся уже В следующей серии Вот Возможно Это будет космос Возможно Это будет не космос Сейчас пока что Я жду просто Чтобы они Много-много фиксов Выпустили Потому что игра Сейчас Крашится Игра Ломает сейв Игра Видит Вот эти все объекты Как несколько гридов Видите у нас Каждый грид Отдельно Получается Вот кран Отдельно Эти самые Две лодочки Отдельно Якорь Отдельно Вот этот якорь И если я сейчас Заспауни Не корабль В порт Он может заглючить Заспаунится Только лодочка Допустим Вон та Как будто я ее вернул Но это чисто в креативе Так работает Вот Естественно Это Не есть хорошо Но это опять же Для того чтобы Ступенчатые ракеты Возвращать Отдельно Каждым гридом Это сделано Понятное дело Именно для космоса Вот Вот такой вот Получился кораблик Мне очень нравится Ребят Пиши в комментариях Если тоже нравится И увидимся Уже ребята В следующей серии До новых встреч Пока-пока